За два года урочище Медео два раза пострадало от стихийных бедствий. В результате майского урагана в 2011 году произошло падение более 4000 деревьев. Общая площадь пострадавшей территории составила 480 гектаров. Власти Алматы предупреждали, что бурелом в срочном порядке нужно убирать. Тогда часть Медеоского ущелья, относящуюся к территории Алматы, удалось очистить за две недели. А в Министерстве сельского хозяйства, под ведомством которого находится Илья Латауский парк, к советам никто не прислушался. Министр ведомства Солжан Мамедбеков и вовсе уповал на естественный биологический процесс. Такие ветровалы, они не расчищаются, оставляются, и природа сама решает путем разложения, гниения этих, и таким образом не нарушается почва. Пока в Министерстве ждали естественного разложения и гниения деревьев, сухостой привел к еще одному бедствию. Поваленные ураганом деревья не сгнили, а высохли и загорелись. Возникший пожар за одну ночь оголел все подножье знаменитой горы, уничтожив более 20 гектаров теншанских елей. Уникальная природа в одночасье превратилась в груду пепла и в зону особого риска. Ущерб от стихии оценили в 400 миллионов тенге. На полное восстановление природного парка, по мнению экологов, потребуется не менее 50 лет. Знает об этом и заместитель министра сельского хозяйства Муслим Умирьяев, который отказался комментировать произошедшие стихийные бедствия. После пожара в Алматы был создан фонд по сбору средств для восстановления уничтоженных деревьев. На сегодняшний день удалось собрать свыше 143 миллионов тенге. На эти деньги уже построены лавиносдерживающие щиты, а весной будут посажены деревья. На днях горожане предложили Акиму города, чтобы урочище Медео передали городу. После урагана в Рочище Медео и пожара на горе Махнатка, мы, алматинцы, узнали, что они находятся в Алматинской области. Понятно, что город не может хозяйничать на чужой территории. Как вы считаете, если они не хотят спасать природу казахской жемчужины, может быть, добиться присоединения этой территории к Алмате и городскому Акимату навести там порядок? Алматинская область и так обижается, что мы у них земли забираем уже второй раз по указу президента. Так как областной Акимат находится в Талдыкургане, Ахмеджан Есимов отметил, что городу было бы легче обслуживать спортивные объекты и следить за природой в этой местности. Пока пожелание жителей остается лишь на бумаге. Хочется верить, что в Астане их учтут. Агеримов Дебек, Рашидин Якупов, телеканал Алматы.